Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Михаил Эверстов и Николай Слепцов, у микрофона ведущий Сергея Лана Антонова. В эти выходные 16 и 17 апреля в столице республики пройдет фестиваль туризма «Саха Тревел-2022». По мнению аналитиков, индустрия туризма является одной из наиболее пострадавших вследствие пандемии и до нормализации ситуации еще довольно далеко. Конечно, в некоторой степени выиграли Краснодарский край, Кавказ, Крым, Карелия, Алтай. Турпоток в эти регионы за прошедшие два года увеличился. Закрытие границ в текущем году сделало внутренний туризм основным по стране. Но самое главное – желание отдыхать и познавать новое у нас меньше не стало. А вот как повлияли эти обстоятельства на развитие туристской отрасли в нашей республике? И как знание изюминок своего региона может помочь создать свое дело? Итак, сегодня в передаче мы говорим о том, как строить и развивать проект в туристской сфере. Делимся размышлениями, рассуждаем о перспективах данного направления. И делаем это вместе с гостями нашей студии. Давайте познакомимся с ними. Итак, это менеджер отдела туризма, агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха-Якутия Виталий Александрович Топчан. Добрый день. Здравствуйте. Исполнительный директор Ассоциации туризма Республики Саха-Якутия Аркадий Васильевич Дорофеев. Здравствуйте. Здравствуйте. И управляющий эко-парк отеля Артодайду Марьяна Матвеевна Андреева. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Наша программа выходит одновременно на телевизионном и радио-канале НВК Саха. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашем разговоре. А первый вопрос я хотела бы адресовать Виталию Александровичу. Прежде чем мы будем говорить о развитии туризма в нашей республике, конечно же, хотелось бы услышать несколько цифр статистики. Сколько предприятий у нас заняты в сфере туристской деятельности и сколько из них работает в сфере внутреннего туризма? На данный момент на территории Республики Саха-Якутия действуют 24 туроператора, которые реализуют 222 турмашрута на данный момент. И открыто 78 средств коллективного размещения. Это трубазы, отели, 65 из которых прошли классификацию. Хорошо. А как повлияла пандемия на развитие сферы туризма? Есть ли какие-то данные, сколько, к примеру, туристов обслужили наши турфирмы? Ну, пандемия, конечно, сыграла большую роль в падении именно какого-то уровня туризма. Вот если по цифрам, то в 2019 году для сравнения с домом пандемии было 2 тысячи... И одна тысяча туристов было приезжих. Но уже на 2020 год было 114, и на 2021 закончился на 129. Так что, да, конечно, наблюдается большой спад, но в то же самое время мы можем отслеживать небольшой рост внутреннего туризма, где-то уже на 5% в год. Так что мы потихонечку выбираемся. Хорошо. Какие виды туризма наиболее развиты у нас в республике? Самые популярные виды туризма, если не секрет, конечно же, в Якутии самое большое количество ОПТ — это особо охраняемые природные территории. Они занимают 37% площади нашей республики. И, соответственно, наиболее развитые — это экотуризм, экстремальный туризм, потому что достаточно горных теплей, которые располагают к этому сплавы на территории республики, находятся аж 700, больше 700 тысяч рек. Так что сплавный и круизный туризм в том числе. Охота, рыбалка и автоэкспедиции. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, об основных целях агентства развития туризма и территориального маркетинга, который вы представляете, и какие услуги вы оказываете предпринимателям. Цель работы — это обеспечение комплексного развития турпотенциала и продвижения брендов республики Саха на российском и международном рынках. А по задачам, главные задачи, в общем-то, это продвижение турпотенциала, продвижение территории, маркетинга, создание и продвижение брендов. Допустим, за прошлый год были созданы и поданы заявки на бренды «Нож», «Якутский наушник», «Якутский хамус», «Якутский бриллиант», «Сделанная в Якутии», «Твоя сила духа», «Арктик фэшн шоу», и регистрация довольно долгосрочная, но они уже поданы. Также оказываются туристко-информационные услуги и консалтинговые, и мы занимаемся формированием и упаковкой турпродуктов. Давайте представим такую ситуацию. Я предприниматель, решила заняться туризмом. Какие самые первые необходимые знания? Ну, первые необходимые знания, вам нужно понять, зачем вы занимаетесь вообще туризмом. Допустим, если это заработка денег, я вообще рекомендую сделать из этого систему. То бишь, вы должны сначала понять, кто ваша целевая аудитория, куда вы хотите ее возить, что она хочет, чем она болеет. Также разработать и выяснить, самое главное, это уникальность вашего турпродукта. Но ведь турпродукт можно подать по-разному. Да, в этом и есть именно смысл упаковки турпродукта. То бишь, человек, он нередко происходит так, что на всем протяжении турмашрута человек не получает контент постоянно. То бишь, даже на моменте, когда вы везете его, туриста от точки А до точки Б, вы уже должны ему постоянно докидывать новые информации, чтобы он постоянно был погружен. Если размещение, то должно быть именно тематическое какое-либо. Если место посещения, то они должны чередовать друг друга и не быть примерно одинаковыми. Потому что если одна и та же направленность будет, ну, целиком и полностью, допустим, из музея в музей, вы не можете отвезти человека. У вас должна быть где-то промежуточная точка какой-то дополнительной релаксации либо обгружение в новый контент. А много ли у нас предпринимателей, которые решили заняться туризмом? Которые хотят заниматься? Ну, в последнее время, да, идет большой наплыв, на самом деле, у нас вот с точки зрения консультаций по открытию нового турбизнеса. За этот квартал уже было проконсультировано больше ста человек. И люди хотят, видят то, что это интересно, то, что это имеет дополнительный какой-то вес в развитии самой республики, продвижение Якутии как раз-таки на общероссийском шоу. И да, люди хотят, люди придут. Хорошо, у нас в студии находятся люди, которые уже ряд лет занимаются развитием своего бизнеса в сфере туризма. Поэтому я хотела бы, чтобы вы тоже присоединились к нашему разговору, да. Вот какие, может быть, самые, я думаю, яркие моменты, связанные с развитием туризма, да. Вот чего не понимают, может быть, наши якутяне, когда берутся за это дело? Вот на ваш взгляд. Как предприниматели? Ну, вообще сфера туризма для, как бизнес, это очень сложная сфера. Она сложна ввиду того, что это очень большая сезонность. Можно раз-два это провернуть, как разовое явление, да. Но 12 месяцев в году только жить и зарабатывать на этом, это практически невозможно. И из-за этого очень многие энтузиасты, ну, в летний период там 2-3-4 маршрута, может, проведут, а на этом уже... Поэтому у многих это просто как в стадии хобби находится, не в стадии как бизнес. А на самом деле хотелось бы, чтобы это был бизнес именно, круглогодичный, постоянный, и чтобы таких туроператоров было больше. Именно туроператоров, которые круглогодично работают. На ваш взгляд. Ну, собственно, я согласен с Марьяной Матвеевной, да. Все верно. Но я вот еще раз повторюсь, да, что все-таки заниматься туризмом, особенно в наших местных условиях, это искусство. Это люди просто до корней волос, влюбленные в это тело. Вот. И они должны обладать навыками, знаниями, знать культуру своего народа, знать природу, да, ландшафт и так далее. Это вот такой вот слой всех знаний и навыков, да, истории своего края должны знать, чтобы людям было интересно. Потому что есть у нас маршруты, допустим, очень интересные, да, а неподготовленный специалист, скажем так, да, он проведет очень скомканно наших гостей. А человек, который знает это от и до, ну, просто это небо и земля будет. Поэтому мы, вот, являясь исполнительным директором Ассоциации Туриндустрии Якутия, ставим цель, чтобы подготовить таких вот ребят, вот молодежь там или, ну, не обязательно люди, которые хотят работать в этой сфере. Вот. И представлять интересы Ассоциации Туроператоров, владельцев Турбаз, да, на правительственном уровне. Потому что законы есть несовершенные, да, допустим, то, что вы сейчас вот коллеги озвучили, сезон у нас практически два-два с половиной месяца. Вот за эти два с половиной месяца нужно заработать, отработать на все сто. Ну, это тоже не всегда получается. Хорошо. Ну, я думаю, мы еще вернемся к обсуждению этого вопроса, да. В наших передачах мы уже рассказывали о том, какие меры предпринимаются государством для поддержки и развития туристской отрасли. Марьяна Матвеевна, вот как пандемия повлияла на вашу работу, да, изменились ли за это время предпочтения наших якутян? Что вы можете сказать? Конечно, вообще якутяне очень любят путешествовать. Любой якутянин в свой, наверное, отпуск всегда мечтает и заранее планирует выезд куда-то, ну, отсюда за пределы республики, да. Но когда случилась пандемия, вот эти два года последних, то были такой период, что невозможно было планировать ввиду разных обстоятельств, и это все приводило к тому, что они начинали искать, куда бы поехать внутри республики. И запросы, естественно, возросли. Мы, как туристический комплекс Ортодойду, это тоже на себе почувствовали, что запросы начали расти, и в связи с этим мы, как предприниматели, начали увеличивать свой номерной фонд, так скажем, да. Номерной фонд у нас состоит из гостевых коттеджей и пытаться создать наиболее максимальные комфортные условия, к которым, на самом деле, якутяне привыкли. Потому что каждый уже выехавший куда-либо за границу или в другие пределы, он всегда тебя будет сравнивать с тем, как ему отдыхалось на другом месте хорошо, а тут якобы вы тут не можете... Он ищет комфорт. И мы, понимая это, сразу делали нацел на то, чтобы у нас условия были, во-первых, круглогодичные, потому что на сезонном туризме невозможно заработать. Это как бы пустая трата даже средств, денег, сил. И второе, это благоустроенные коттеджи с полным набором комфорта, к которому привыкли вообще отдыхающие туристы. Вот. И запрос есть, но как любого туриста, нужно немножечко тоже приучать. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы привьемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Это программа «Якутск. Сегодня». И сегодня мы говорим о развитии туризма в нашей республике. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Как закрытие границ и пандемии повлияли на развитие туристской отрасли в нашей республике. И как знание изюминок своего региона может помочь создать свое дело. Сегодня мы говорим о том, как строить и развивать проект в туристической сфере. Делимся размышлениями и говорим о перспективах данного направления. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, если вы хотите открыть свое дело в области туризма, и у вас есть вопросы к моим собеседникам, то звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, мы продолжаем разговор с Марианной Матвеевной. А почему людей потянуло к природе, на ваш взгляд? Ну природа — это же все равно отдых, это релакс, это как бы высвобождение напряжения, что ли. Когда-то на природе всегда чувствуется свобода, лучше дышится, и мне кажется, это естественно, что человек хочет отдыхать на природе, да. Мы со своей стороны, как предприниматели, должны создать им наиболее комфортные условия, и не только комфортные, но и наиболее безопасные условия отдыха, чтобы они как бы не были обделены того комфорта и того привычного, к чему они привыкли. То есть вы работаете на запросы, да, наших туристов? Да, конечно. Я знаю, что в прошлом году вы выиграли грант Ростуризма. Расскажите, пожалуйста, что это был за проект, как его реализация идет, вообще что удалось сделать за это время? Ну, идея проекта была еще до того, как Ростуризм объявил об этом конкурсе, да. Просто время совпало с тем, что мы были готовы представить наш проект к тому гранту, который был представлен. И, естественно, мы его выиграли, хотя мы и не ожидали, что мы выиграем. Просто у нас был уже заготовленный заранее с агентством по привлечению инвестиций очень хороший бизнес-план, который мы практически год готовили, да. И мы с этим проектом вошли вот в программу Ростуризма и были очень удивлены, что мы выиграли, потому что мы всегда считали, что это такая, ну, гранта Ростуризма немножко такое тусовочное, что ли, и регионы никогда из этих денег ничего не получат. Вот. И что мы сделали, как бы планировалось по нашему бизнес-плану? У нас планировалось расширение, конечно, номерного фонда. Это строительство плюс еще четырех благоустроенных коттеджей на нашей земле в Ортодойду. И планировалось строительство бани с сибирским чаном. В принципе, все эти строительные мероприятия мы в прошлом году осуществили и сделали. Мы сдали шесть капитальных объектов именно в прошлом году. Мы провели большую колоссальную работу, и осенью мы уже принимали первых наших гостей, и мы проработали весь первый сезон, ну, зимний период, по крайней мере, сезона. И на сегодняшний день у нас уже восемь благоустроенных гостевых коттеджей. Одновременно мы можем принимать 50 человек-туристов, можем их питать завтрак, обед и ужин в нашем ресторане, и развлекать их, как бы, релаксировали, чтобы они в нашей банно-саунной, в нашей бане с сибирским чаном, прямо на открытой природе. Вот. И в прошлом году мы произвели ребрендинг, то есть если мы раньше были просто туристический комплекс «Ортодойду», то в прошлом году мы с 1 ноября стали «Экопарк-отель», то есть это конкретно практически один из первых загородных отелей, которые соответствуют всем требованиям вообще отеля, скажем. Хорошо. И получается так, что проблема сезонности у вас решена? Да, мы уже не первый год работаем круглый год, только сначала у нас было два гостевых коттеджа, потом их стало четыре гостевых коттеджа, на сегодняшний день у нас уже восемь гостевых коттеджей и полностью круглогодичная работа ресторан, то есть общественное питание. Вот так вот выглядят наши домики, они очень комфортабельные, уютные. К нам приезжали иностранцы, приезжали, когда вот до закрытия еще границ, из России приезжали, и они говорили, что уровень комфорта – это даже лучше, чем там в Подмосковье или где-то там на Западе. Хорошо, у нас телефонный звонок, возьмите наушники. Давайте послушаем. Алло, добрый день. Ну, добрый день. Я хотел вот специалистам, гостям студии задать такой вопрос, Хангаловский Луфс Валерий Иванович. Вот у нас, допустим, Бенские столбы знаменитые. Она имеет вот статус ЮНЕСКО, вроде бы как международный. И очень такое уникальное место деревни, где стойбище первобытных людей. Вот они как, будут развиваться или не будут, или как? Вроде как приедут, глянут и уедут. Там, по-моему, никакого развития не идёт. На вас суд, как это будет? Маленько можете прокомментировать что-нибудь? Спасибо большое. Я, наверное, прокомментирую, да? Просто ваш взгляд. Понятно, что вы не работаете. Я в летний сезон, Байной Тур, компания, она осуществляет экспресс-туры, однодневные туры на Ленские столбы. И из Якутска до смотровой площадки мы осуществляем этот тур, там, с питанием, скейтерингом и так далее, да, по запросу. В общем, по этим местам очень таким интересным, да, стоянка первобытного человека и так далее. Да, конечно, она сейчас находится в состоянии уныния, да. Там местные предприниматели пытаются что-то сделать сами, как бы варятся в своём соку и так далее, без какой-то посторонней помощи из своих собственных средств и так далее. Это, конечно, хорошо. Но хотелось бы, конечно, чтобы это было сделано всё грамотно, потому что там вот занимался учёный Молчанов, насколько я помню, очень интересное место. Но вот этот вот объект Ленские столбы ЮНЕСКО сейчас находится на федеральном, как говорится, принадлежении. Да, да. И сейчас что-либо мы сделать там не можем, потому что было очень много предложений от предпринимателей, работающих в этой сфере, открыть флотель, да, значит, плавучую баржу, да, чтобы можно было пристать и на быстроходном судине, на ракете и так далее, да. Когда приезжают гости на ракете, невозможно пристать к Ленским столбам и так далее. Но это вот прерогатива федералов. Мы тут уже ничего не можем сделать, и каждый раз с этим вот сталкиваемся, и, ну, нет у нас таких каких-то полномочий. Хорошо. Аркадий Васильевич, расскажите, пожалуйста, вот об особенностях работы вашей турфирмы, да, в чём специфика вообще охотничьего туризма? Ну, в общем, охота — это вообще удовольствие очень дорогое, особенно в наших условиях. Почему? Потому что у нас территории очень обширные, и вообще охотничий туризм от традиционного туризма, он стоит немножко как бы особняком. Потому что тут очень много регламентов, законы и так далее, законы об оружии и прочее, да. Допустим, за границей охотничьи хозяйства, которые предоставляют охоту, трофейную охоту, ну, в той же, значит, в Прибалтике, скажем, да, в странах Западной Европы, Венгрии и так далее, да, в Австрии. Там вот есть возможность предоставить оружие в аренду для клиента. Допустим, приехал клиент, охотник, желающий пострелять, добыть трофей, и ему предоставляется вся амуниция, вплоть до оружия. Сегодня у нас в России законы еще несовершенные, неотработанные, ну, запрещено. Вот, поэтому все те охотники, Якутия привлекает трофейной охотой в основном на снежного барана, вот, они приезжают со своим оружием. Для этого должно, Росгвардия должна выдать разрешение по, значит, отдельному реестру, где на таможне охотники, приезжающие иностранцы, они должны, значит, предоставить это оружие, проходит по реестру или нет. Это то, что касается только оружия. Вот, но в связи со всякими там политическими катаклизмами и так далее, да, законы становятся все жестче и жестче. И, ну, раз бывает, что приезжает турист, охотник, иностранец, да, оружие ему, его не пропускают. Вот и все, приехал без оружия. Ну, такие вот тоже случаи бывают. Ну, а что такое охотник без оружия, это как бы, и все идет на смарку. Что еще тормозит развитие туризма? Вот именно в вашем направлении. Ну, я вам расскажу, да, я вот люблю как бы подкреплять своими личными этими примерами и так далее. Приезжает американский предприниматель в Якутию, ему очень понравилась природа, животный мир и так далее, да. Но он охотник с лука. Это очень популярно, допустим, в ассоциации американских лучников, их на тот год, это было лет 10-12, их там было более трех миллионов человек. В Соединенных Штатах, допустим, охота, она идет круглогодично, по сезонам. Каждый месяц там все это регламентировано, и все на основании лицензии и тогда разрешительных документов. У нас же, допустим, в области охоты непочатый край. Бизнес можно делать вот так вот, да, но законы, они везде вот проще запретить. Это не беда нашей республики и так далее, это вот на федеральном уровне. Это в России законы такие вот, да. Вот нельзя и все. На самом деле у нас и животный мир, да. Значит, то, что невозможно полноценно провести охоту, да, ну, удаленные расстояния очень, да. Допустим, перелететь в Аймеконские улусы или там... То есть транспортная доступность. Да, конечно, если, допустим, сегодня полярные авиалинии, да, причем уважение к ним, да, у них сейчас, ну, допандемийные расценки, да, это в 2019 году, 300 тысяч рублей в час сухого лета только. Сухого лета, значит, он уже взлетел и летит. Вот так. Это такие бешеные деньги. И этот американец говорит, что у вас расценки такие, да, мне нужно из Москвы до Якутска пролететь, заплатить деньги, да. Из Якутска на внутренних авиалиниях куда-то там, допустим, в Зарянку, оттуда еще на вертолете закинуться. Круглая сумма получается. Вот за эти деньги я, говорит, спокойно летаю вокруг Земли на Панамерикан. Вот и все. Никакой турист к вам не пролетит сюда. Это раз, далее, допустим, комфортабельные гостиницы, обязательно. Какой бы то ни был, там экстремал, там готовый там лазить, значит, кормить комаров и так далее, потеть, не доедать, но ему вечером в номер... Необходимые элементарные условия. Конечно, горячий душ, унитаз. У них там, допустим, это все доступно за границей в Европах. Даже в Африке строят такие лоджии, глэмпинги, что приходишь и думаешь, куда я попал, тут в радиусе тысячи километров нет живой души, а тут у них автономно все. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы приведемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. И сегодня действительно мы говорим о развитии туризма, о том, как пандемия повлияла на развитие этой отрасли. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, как закрытие границ и пандемии повлияли на развитие туристской отрасли в нашей республике. Сегодня мы говорим о том, как строить и развивать проект в туристической сфере. Делимся размышлениями, рассуждаем о перспективах данного направления. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Аркадий Васильевич, я знаю, что совсем недавно вы стали исполнительным директором Ассоциации туризма Якутии. Какие цели и задачи стоят перед этой организацией? Да, в конце марта мы зарегистрировали Ассоциацию туриндустрии Якутии. Но главной задачей является то, что создание условий конкурентных на туристском рынке, на внутреннем рынке. То есть в Ассоциацию мы приглашаем туроператоров, владельцев турбаз, перевозчиков и всех тех, кто работает в серии туризма. А мы, значит, объединяемся и работаем, помогаем молодежи. Допустим, республика у нас большая, более 30 улусов. И в каждом улусе есть свои достопримечательности. И не секрет, что есть и молодые люди, которые хотят работать в этой сфере. Им мы предлагаем вступить в нашу Ассоциацию, где они будут проходить учебу, подготовку и более полнее представлять, что это такое. И представлять интересы туристических компаний на правительственном уровне. То есть ваша цель объединить усилия всех туроператоров? Да, именно так. И участвовать также. Ну, в общем, задачи, на самом деле, там у нас все прописаны задачи в этой сфере. Все, что касается развития туризма, участия в международных выставках, семинарах и прочие соглашения с международными компаниями, не обязательно только внутри Якутии, но и далеко за пределами. Допустим, у нас тут Юго-Восточная Азия, скажем так, которые до пандемии проявляли большой интерес. Сейчас все это мы реанимируем и налаживаем контакты уже сейчас. Хорошо, где вас найти, контактные данные? Мы сейчас находимся в торговом центре Алан-Хо, офисе Ятья, ну и телефон я могу назвать. Назовите. 8-964-418-004. Хорошо. Ну и среди участников нашей передачи выполнения это руководитель проектов Общества с ограниченной ответственностью ЛДН Семен Семенович Егоров. Насколько я знаю, что вы зарегистрировались только в прошлом году, и, наверное, можно говорить о том, что вы делаете первые шаги в развитии своего бизнеса. Расскажите, пожалуйста. Да, добрый день. Как уже сказали, действительно, мы зарегистрировались как туроператор только в прошлом году. Вообще специфика нашей деятельности это именно туризм в особо охраняемых природных территориях. То есть изначально это было именно как наше хобби, то есть мы всегда находились именно в водомоторном движении, его так вот называют, то есть сообщество водомоторников, которое самостоятельно занималось изучением турмаршрутов, горных рек. Сами путешествовали. Да, сами путешествовали. Открывали для себя республику. Да, и понимаем, получается, у нас есть там определенные проблемы. Ну, мы, ну, то есть, как сказать, то есть, ну, мы сами знаем эти туристические маршруты и можем оказывать услуги. И решили свое хобби сами же монетизировать. То есть это приятное дело, ну, совместить, как бы, приятно с полезным. Из чего все начиналось? Вот у вас была идея, кроме идеи, что еще было у вас? Ну, у нас, получается, у нас уже имущество имелось, то есть это собственные моторные лодки, был опыт вывоза, ну, не туристов, а как бы знакомых, друзей. То есть поначалу вместе скидывались и ездили именно вот по рекам с целью рыбалки. Ну, и, в общем, пришли к тому, что необходимо именно все это дело официально зарегистрировать и начать возить туристов. В прошлом году вот зарегистрировались, вошли в реестр туроператоров, ну, и, скажем так, в прошлом году уже был в ЧАЭС объявлен. Мало того, что ковид, еще и был объявлен ЧАЭС в республике, это вот, ну, то есть были пожары, и в особо охраняемой природной территории либо было запрещено ездить, либо это было, ну, опасно для здоровья и жизни, ну, то есть дым стоял, там пожары шли. Но это вас не остановило, вы все равно решили заняться любимым делом? Да, конечно. С этого года мы, получается, ну, это же именно летний вид туризма, то есть на реке. С этого года будем возить людей, это в данный момент именно это будет река Белянка, то есть рассматривается ближайшая горная речка, там, с определенными перекатами. И мы сейчас пришли к выводу такому, что необходимо возить не просто на рыбалку, да, то есть, а именно организовать устойчивое развитие рекреации, и тем самым мы заключаем сейчас соглашение, ну, то есть на стадии переговоров находится, пытаемся заключить, в общем говоря, соглашение с Дирекцией биологических ресурсов и с СФУ. То есть будем развивать экологический туризм совместно с научным туризмом. То есть будете доставлять, наверное, ученых, да, которые будут заниматься изучением даже? Да, да, то есть у нас в планах развитие именно научного туризма, как мы привозим сотрудников, ну, СФУ, практикантов, и привозим туда же туристов, то есть чтобы туристы могли посмотреть, ну, во-первых, они получили экологическое просвещение и получили удовольствие от именно научной деятельности, чтобы они стали частичкой именно развития устойчивого, ну, устойчивой рекреации, получается. А на каких туристов вы рассчитываете? Мы в данный момент рассчитываем на местных. Вообще туризм в особо хранениях природных территорий, он идет как? То есть люди либо самостоятельно приобретают транспортные средства, едут и отдыхают, либо, если это туроператор, то привозят обычно туристов из центральной части России, ну, из-за рубежа, либо там, из центральной части России. Мы сейчас пытаемся развить именно туризм так, чтобы возить местных, ну, местное население, и, соответственно, уменьшить стоимость самого тура за счет, получается, предоставления именно тур, ну, то есть за счет организации туринфраструктуры. Мы вот сейчас вот за дирекцией биологических ресурсов пытаемся заключить соглашение, чтобы нам дали разрешение на создание туринфраструктуры, а это именно кемпинговые зоны на территории особо хранения природной территории. Ну, вот как новички на какую-то помощь со стороны государства вы рассчитываете? Может быть, собираетесь писать какие-то проекты и так далее? Да, вот в этом году, ну, насколько я понимаю, все надеемся на то, что все-таки Ростуризм согласует заявку республики, и денежные средства будут доведены до республики, и республика будет проводить, соответственно, свой конкурс. Мы планируем участвовать в данном конкурсе в рамках развития турмаршрута. Ну, то есть вот наш турмаршрут уже есть, мы там туринфраструктуру собираемся строить, и планируем участвовать в гранте на получение, ну, то есть на то, чтобы отбить свои затраты. Хорошо. Пожелаем вам удачи в этом направлении. А мне интересует вот такой вопрос, особенно, наверное, мне кажется, могут ответить на него те, кто уже ряд лет занимается в области туризма. Как вы думаете, вообще инвестировать в турбизнес можно или нет? Например, вот у человека есть инвестиции, и он хочет вложиться. Как думаете, есть ли перспектива? Просто как человек-инвестор или предприниматель сам инвестор? Вот в каком ракурсе? Как человек-инвестор. Как человек-инвестор есть смысл инвестировать вообще в ту отрасль, да? Но у нас пока нет инвестиционных, как говорится, платформ, что ли, куда можно было бы сделать. Мы как компания Ортодойду работаем над этим, ну, как бы думаем, потому что в Москве, в Санкт-Петербурге у них есть уже такие вот небольшие компании, которые берут земельные участки, полностью под проект разрабатывают и принимают инвестиции. И плюс к этому уже сами являются управляющей компанией. То есть все вот... А инвестор, он получает свой годовой доход, и ему постоянно отчитываются, да? В этом направлении мы с этого года тоже будем работать, так как у нас есть своя земля, есть опыт, и мы можем выступать управляющей компанией в этой области. Таким образом мы могли бы расширить свой номерной фонд именно строительством еще дополнительных коттеджей и улучшением инфраструктуры внутри своей земли. И это будет, на самом деле, очень безопасной инвестицией, недалеко и с гарантированным получением дохода. Виталий Александрович, я знаю, что во время работы выставки Саха Тревел, вот в эти выходные, да, ваше агентство будет проводить семинар для тех, кто хотел бы работать в сфере туризма, да? Расскажите, пожалуйста, где он будет проходить, кто может принять в нем участие? Так, принять участие может кто угодно, для этого надо будет зарегистрироваться на деловую часть Саха Тревел, на Лидер.Иди, это будет в формате зума, я буду проводить небольшой семинар по тому, как вообще войти в туристическую отрасль с точки зрения предпринимательства. То есть я пишу, что нужно, какую процедуру пройти для того, чтобы стать туроператором, гидом, экскурсоводом, открыть свою турбазу или гостиницу, либо туркомплекс. Также за дополнительными какими-то консультациями, в принципе, всегда вы можете обращаться к нам в ЛХ-центр на Женкидзе 36-1, 304-й и 306-й кабинеты в Агентстве развития туризма и территориального маркетинга, мы всегда будем рады. Ну и давайте подведем, наверное, итог нашему разговору. Как вы считаете вообще, что необходимо для решения вот самых насущных вопросов, связанных с развитием туризма? Вообще во всех цивилизованных странах туризм является статьей дохода. Поэтому хотелось бы, чтобы на законодательном уровне и так далее, чтобы вообще правительство не только республики, но и Российской Федерации повернулось наконец-то лицом к туризму. Потому что изменилась на сегодняшний день макросреда. Мы должны, значит, менять и микросреду, значит, переориентироваться на внутренний рынок, ну и должны, значит, создать такие условия, чтобы предприниматели, они не за счет собственных средств, а оказать им поддержку, вкладывались в развитие туризма. Потому что на самом деле очень много интересных мест, красивых. Есть у нас в республике. Ну что же, вот на такой прекрасной ноте мы завершаем нашу программу. Это была передача «Якутск. Сегодня ее подготовила и провела редактор Сергея Антонова». До свидания.